Государственное учреждение здравоохранения. Антонина Бурцева не видит с детства. В поликлинику ходит чуть ли не ежемесячно. В последнее время посещать доктора стало удобнее. В Грязинской больнице появился информационный стенд со шрифтом Брайля. Часы приема специалистов, имена докторов и номера кабинетов она теперь может узнать самостоятельно. То вот надо спрашивать, какой кабинет. Ну по-любому надо спросить. Вот, например, какой мне кабинет нужен. Терапевт или окулист или куда-то. Приходится спрашивать. Ну и тоже хорошо, если вот эти таблицы есть, хоть почитать, что кабинет, как находится, что там. По программе «Доступная среда» в больнице установили и пандусы для колясочников. Нина Куликова несколько лет назад перенесла инсульт. С тех пор женщине сложно передвигаться самостоятельно. До поликлиники ее провожают родные. Затем на помощь приходит медперсонал. Здравствуйте. Вы к нам на прием? Да. Что у вас случилось? У меня сильно кроется голова и падает давление. Медработники встречают пациенты на пороге здания. Затем провожают в регистратуру и к нужному специалисту. Кстати, для удобства людей с ограниченными возможностями здесь не только устанавливают пандусы и стенды со шрифтами Брайля. Персонал проходит специальное обучение. Очень замечательно, очень хорошо, быстро. У нас все доктора отзывчивые, хорошие. Медсестры с регистратурой сразу внимательно и сразу оказывают помощь. Это элементарная этика и диантология, как и с любым пациентом. А дальше физические навыки, чтобы пациента на каталке, на сидячей коляске помочь подвезти, поговорить с ним. Спокойно рассказать, какие кабинеты ему потребуется обойти, посетить врачебные. Поэтому здесь просто тренинги, тренинги на местах обучаем мы систематически. С ними проводим практические и теоретические занятия. Доступная среда здесь по всему району. Это, например, фельдшерско-акушерский пункт Ванино. Его построили меньше года назад, но уже на стадии проекта подумали об особенных пациентах. В ФАП обращаются жители трех сел. Это более тысячи человек. Из них без малого 50 – люди с ограниченными возможностями. Для них пандусы и специальные поручни в санузле. Многие люди лишены возможности поехать в ЦРБ. Может быть, нет транспорта для того, чтобы поехать до центрального района больницы. А здесь, на месте, здесь у нас бывает приезжает терапевт, флюорография, хирург. Им здесь удобно, недалеко от дома. Пандусы – все условия предусмотрены для этого. Программа «Доступная среда» для нашей области – одна из самых приоритетных. Пандусами оснащают не только учреждения здравоохранения, но и школы, детские сады, музеи и дома культуры. Только за последние два года на эти цели потратили более 200 миллионов рублей из областного и федерального бюджетов. Ольга Родина, Анатолий Гончаров, Липецкое время, Грязинский район.